здравствуйте дорогие друзья сегодня у меня очень крутой гость соответственно и я сам в гостях в первую очередь расскажи просто немного о себе и обязательно где мы находимся наверное лучше начать с того где мы находимся находимся мы в очень хорошем гостеприимном клубе единоборств пересвет как видите у нас тут шикарная обстановка можно покушать творожок сделать даже булки моё по кофеек а в зале отлично позаниматься и боксом единоборствами а во втором зале у нас можно заниматься с любой звук например и другими интересными вещами об этом мы поговорим наших других как это назвать диалогах диалогах видео до недавно не последний раз а сегодня у сергей ко мне есть несколько историков как несколько вопросов как к историку поскольку по первому образованию я закончил старичный факультет мгу как раз по древней истории по средневековой истории а по второму роду деятельности я тренер по фехтованию занимаюсь этим с 2006 года уже есть некоторый опыт и соответственно я могу рассказать что-то интересное связанное со спортом древности из вещами такими около спортивными сразу давай уточним что это не обязательно фехтование белых лосинах до фехтование меня не олимпийская а историческое то что можно увидеть к телевизору когда люди надевают рыцарские доспехи устраивают турнирные поединки бьют друг друга железными мечами по голове и вот это вот вся красота благородными рыцарями прекрасными дамами я думаю сейчас еще на видео мы увидим вставочку какой-нибудь и так значит еще чтобы так как меня смотрит спортивная аудитория да мы будем все таки сейчас к спортивной медицине склоняться да и к спорту периодически иван у нас расскажи у тебя единоборческий еще есть да насколько я по конечно я собира начинал в детстве далекие-далекие 90 занятий борьбой и рукопашным боем до самбу рукопашка там что там у тебя кандидат мастера спорта нет я никогда вот за званием не гонялся просто когда ты занимаешься шесть дней в неделю на память о девяностых начале двухтысячных с десяток ножевых и несколько сотрясов как бы ну практика определенная есть занимался этим не для медалек а для того чтобы выжить я конечно медальки тоже будет какие-то детские медальки то есть будет считать понятно ну во всяком случае то есть человек есть представление о спорте и таком но достаточно профессионально но сам по вообще не может быть любитель сложно представить как товарищ я конечно достиг значительных успехов свое время у меня есть и золото кубка россии и серебро и много всяких других наград достаточно престижных сценами это все было давно когда был молодой здоровый сильный сейчас уже все далеко не так вот опыт по травмам к сожалению тоже приличный преодолению и собственно одно из направлений моей работы сейчас я помогаю ребятам терявшим конечности вставать на протезы ходить осваивать восстанавливаться точнее реабилитироваться с тем чтобы они на искусственных конечностях могли себя чувствовать ну ну более-менее уверенно по крайней мере занятий фехтованием очень этому способствует вот с ними бы нам видео еще снять сделаем они всегда готовы рассказать о себе и показать они у меня вот кто занимается среди инвалидов любым спортом они активные люди они за любую душу ребят пишите в комментариях в общем о чем вы хотите тоже увидеть видео но я думаю что видео с реабилитации инвалидов у нас обязательно должно быть это я даже вот прям короче как только будет возможность но я думаю даже не одну там много вопросов и много интересных моментов можно будет сделать целый цикл да да это будет классно ну давайте немножко ближе к делу ваня смотри у нас главный вопрос соответственно не миф не миф сейчас вот не договариваясь я надеюсь ты расскажешь нам значит есть такое мнение что соответственно у нас на протяжении всей истории да пока не мне не было достигнуто вот это вот классического в понимании классическом технологического общества значит все продукты были исключительно не просто натуральные да ну понятно там натуральность окей что они были вот полезные настолько что обладали какими-то уникальными целебными свойствами и самое главное что народ у нас очень активно этим питался вот насколько пища была вот именно ну ладно натуральный понятно что натуральный было но вот человеку насколько она была полезной так скажем недоступной ну тут ситуация двоякая с одной стороны да пища была натуральная и содержание тех же витаминов каких-нибудь помидорах начале двадцатого века нашей же самарской области но было значительно может быть даже раза в два я не помню точно сейчас исследования но больше чем современных помидорах которые выращивают в теплицах на удобрениях ну это связано с какими-то своими особенностями выращивания растений ну в общем информация скажем не скрыта от народа внимание то есть современные овощи по содержанию витаминов не так хороши если конец или выращивали на 100 грамм ну я не знаю дозировок как бы просто я очень давно это читал могу сказать так что вот если ты на своем огороде правильно выращиваешь овощи естественно хорошей земле не перебарщишь удобрениями которые ускоряют рост даешь растениям набрально накопить полезные вещества то содержание витаминов таких растений будет хорошая лучше чем магазине на полке но с другой стороны также нельзя сказать что пища в старину и тем более в древности в каком средневековье не говоря уже о совсем древних временах нельзя сказать что она была хорошая по качеству ну например такой например археологи раскапывают какие-то погребения находят там людей живших в каком-нибудь 13 12 10 15 веке неважно людей которые были простонароден ну то есть большая частью населения смотрим их зубы и по состоянию зубов мы видим что день там годам 30 зубы уже очень плохом состоянии стерта сильный маль кариес и прочие моменты хотя конечно кариес это не вот чтобы часто явление в древности поскольку действовал сеть на сбор слабые умирали в младенчестве в раннем детстве здоровые выживали и иммунитет и все прочие моменты работали очень здорово не то что сейчас соответственно кариесные зубы скорее признак к знаете который имел доступ к меду к сахару то есть мы пропорцирующим от но тем не менее все равно было не все здорово почему вернемся к простонародье вот она ест в основном растительную пищу зерновые каши похлебки мясо мало в рационе как правило если это не кочевники а чем мололи зерно жерновами из камня из того камня который наиболее доступен в данной местности как правило это не гранит и гобро который не песчаник которые идут на современные жернова если из них делают а какой-нибудь известняк или еще какая-то рыхлая достаточно порода и ты ешь с мукой песок что не полезно ни для зубов ни для пищеварения ну а личным образом ситуация обстояла в целом со всеми продуктами которые так или иначе попадали на стол человеку в прошлом кто мог себе позволить богатые люди которые был немного они конечно получали еду ну покачественнее но в целом не носили не сильно много она отличалась от еды простонародье она была разнообразие были специи там еще какие-то моменты могли быть это узнать и разнообразие да но простонародье ела примерно то же самое что господа просто меньше хуже качество понятно что господа вот могли себе позволить специи привозные больше мяса гораздо больше мяса это сказывалось на физиологии знатных людей компанию что они лучше вырастали то есть если просто людинов которые вырастали там в какой-нибудь европе в среднем там до 165 сантиметров мужчины кормить также как вы знаете они также могли вырасти до 175 180 но в целом целом питание у всех было не сказать чтобы хорошим то есть точки зрения современного подхода к питанию такого чтоб прям вот прям супер качественные продукты с витаминами все хорошо и здорово не было плюс не было понимания здорового питания то есть не есть жареная жирная соленая острое если есть было ограничено на вот так вот на не было наоборот если ты мог себе позволить обильно солить пищу поскольку ты богатый человек посыпать перцем хорошенько прожарить это же здорово у тебя питаешься как уважаемый человек и разумеется как раз у богатых населения гораздо чаще встречались всякие проблемы со здоровьем связанные с вот таким поэтому да с одной стороны пища была не загрязнена всякими дополнительными химическими соединениями как сейчас другой стороны опять же и тысяч революция была плохая и свежую еду поесть можно было не всегда соответственно вот ты ешь слонину с очень высоким содержанием соли что тоже не здорово или ешь какой-нибудь сыровяленую еду и натурально здесь есть посолочи могут быть запросто мы отложили яйца еще что-нибудь то есть вот вообще они выживали со своей едой в общем-то за счет хорошего иммунитета не потому что да была такая хорошая а если мы углубимся в глубокую древность подожди я здесь тебя немножко прям перебью для зрителя чтобы было понятно хороший иммунитет у нас образовался все-таки ну условно мы назовем что все-таки какой-то естественный отбор еще длился в результате естественного сбора до результате того что они потребляли до еще что-то особенное пока медицина не была развита так как она развилась в середине двадцатого века и не стала массово и общедоступной и в среднем на приличном уровне сейчас ругаем медицину на самом деле никакого сравнения все что было начало двадцатого века хотя и тогда были свои преимущества они были например врачи того периода были хорошие диагносты вынуждены были хорошими диагностями потому что не рентгена не узи ничего не анализов не было практически выживал малый процент детей соответствует выживали только самые крепкие я еще застал бабок и дедок которые родились в каком-то там 1914-17 году за всю жизнь ни разу ничем не болели ну вообще то есть и зубы идеальные и никаких простуд ничего них не было ну да ну конечно не все люди живших родившись в то время так хорошо себя чувствуют до самой старости но тем не менее достаточно многие но здесь опять же я вот прям подчеркиваю потому что очень часто зрители путаются до вырывают слова из контекста мы здесь все говорим в контексте но такого некого эволюционного процесса естественного отбора но вот это 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 прям важно потому что опять начинаются рассуждения о том что земля была плоской и соответственно что было лучше раньше было лучше раньше было улучшат что мы были бахами тады который мы творили сходило нам с рук без особых последствий да и так соответственно дорогие друзья следующий вопрос следующий вопрос касается как бы предыдущего и соответственно среднестатистический словно зритель даже моего канала следующим утверждает, ну хорошо, окей, раз значит у нас вода была особенной, ну, разумеется, чистый из родников и целительный. Без бактерий были абсолютно. Какие скотины рядом не дохли, конечно же. Все бактерии, я так понимаю, появились, они как только их открыли с помощью микроскопа. А пока их не открыли, их не было соответственно. Чумы тоже не было. Не было же чумы, его, наверное, вообще выдумали. Как не было? Конечно, была. Что? Как можно отрицать чуму? Ну, да. А мне... В двадцатом году, что же была чума, да? Это же никто не видел, но она же была. Все, в масках же ходили. Тогда тоже ходили в масках и сжигали трупы. Да. Надо купить костюмчик этого доктора. Зачем покупать? Хороший байтер по коже. Да, точно. Точно. Кстати, у Ивана можно заказать различные кожаные изделия. Ну, кожей я мало занимаюсь в последнее время. Больше всякими вещами, типа средняковых костюмов, доспехов. Ну, и по второй моей основной деятельности мы помогаем фронту, делаем для ребят на фронт бронежилеты, подсумки и прочее. При желании, если, допустим, это просто человек со стороны, он захотел сделать себе либо вот, ну, просто под фронт, может быть, просто под съемки что-то похожее. Можно обратиться? Конечно. Мотивация у людей разная. Многие там говорят, ой, а что там это такое, там, вот идет человек, да, в военном, а бывает, что он просто что-то снимает. Причем отвлеченное от политики и прочего. Ну, да ладно. В общем, смотри, и, соответственно, на основании того, что все было здорово и замечательно, зрители также представляют, что люди жили, ну, как минимум от, там, 150 до 300 лет. Вот есть такое мнение, как это вот с исторической точки зрения, с научной. Ну, есть прекрасное выражение о том, что о прелестях народной медицины, при которой выживало два ребенка из десяти, говорят люди, которые живут при медицине, при которой выживает десять детей из десяти. Ну, физиологически, биологически человек имеет механизм старения. Механизм старения начинает срабатывать тем быстрее, чем тяжелее условия жизни у человека. Чем больше у него физических нагрузок, чем хуже питание, чем оно однобразнее, факторы природной среды, холодный климат, не холодный климат, кто живет в тропе, кто живет или где-нибудь в Заполярье. Все эти факторы, они влияют на продолжительность жизни. Ну, не будем углубляться, да, но в целом, как бы. И что мы видим в древности? Даже не углубляясь далеко, возьмем конец 19 века. И, опять же, людей, которые являлись большинством населения в то время, не горожане, а крестьяне. В Российской империи на момент революции 98% населения были крестьяны, а городское население 2%. Ну, может быть, под революцию немножко поменялся процент, но даже если 5% населения жило в городах на тот момент в России, все равно 95% это сельское место. А какие там условия? Земледелие в очень суровых условиях. Могло бы запросто пару лет подряд не урожаи, голод частый, плохое питание, огромные физические нагрузки, потому что, в отличие от Европы, у наших крестьян было только 3 месяца, чтобы вырастить урожай. Хорошо, если была возможность сеять озимые, снять 2 урожая за сезон. Это прям очень хорошо. И далеко не в каждом регионе. Ну, отсутствие нормальной медицины. Корешки, травки, и не дай бог тебе простыть по дороге из баня зимой. Что-то особенное в медицине было? Вот то, что вот сейчас сложно воспроизвести хотя бы. Вот тебе заячий помет, он ядреный, он проймет. Конец цитаты. Что-то такого супер особенного не было. Да, много распространено мнений на тему, что вот лекарства там из растений, вот эти натуральные травяные товары, сборы, это все здорово. В какой-то мере, да, как поддерживающая терапия, как укрепляющая, это работало. И работает. Если, конечно, все правильно сделать с этими травами, правильно их сочетать. Тоже непросто, да? И все эти правильные использования, это больше все-таки достижения современной фармацевтики, чем тогдашней. А с другой стороны, антипечиков нет. Ты простыл, простуды превращаются в воспаление легких, и до свидания. И опять история про естественный отбор, да? Да. Если я могу пережить воспаление легких. А простыть запросто, ты зимой в баню сходил, и все. Вот. Вернемся к продолжительности жизни. Итого. За счет естественного отбора и очень крепкого базового здоровья люди, которые дожили до своих 20 лет, имели все шансы дожить до 50, 60, 70 лет. Если, конечно, жизнь будет не супертяжелая, не свалится каких-то напастей. Но в целом, крестьянка, которая в 30 лет выглядит, как сейчас женщина на 50, 60, это было обычное явление. На женщину вообще в то время выпадала очень большая нагрузка и связанная с частыми родами, и в целом с большими задачами по хозяйству. То же самое касается мужчин. Может быть, в несколько меньшей степени, но у мужчин своя смертность по ряду других причин высокая. Поэтому говорить о какой-то продолжительности жизни, Господь с вами. Да, отдельные случаи доживания даже до 90 лет были. Мой отец как-то раскопал погребение, степнячки, у которой выпали все зубы, и дырки от зубов успели зарасти в челюстях. И швы на черепе срослись полностью. Ей точно было хорошо за 70. Он и его коллеги раскопали степеников вообще, и вообще людей погребений древности. И сколько было таких находок? Они едва ли не единичные. Подробнее о зарастании дырок на зубах. То есть, а то сейчас люди скажут, что это... Да, в челюстях, да. То есть, мы подчеркнем, что это не на зубах, а это, соответственно, именно последствия. Зуб попадает, и челюсть зарастает, лунка от зуба зарастает костный материал. Ткань. Собственно, пока это не произойдет, импланты не ставят. Насколько я знаю. До сих пор это имеет значение. Но подчеркнем, что это как бы естественный процесс, опять же. То есть, это не что-то новое. И надо понять, что этот человек еще пользовался достаточным уважением своих соплеменников, что его такого дряхлого немощного кормили, пока не умрет сам по себе. То есть, она может... И опять же, раз ее погребли в кургане, а это знак большого уважения. Просто могилу выкопать даже современные лопаты не так-то легко и быстро, да. А тут целый курган насыпать. Это был уважаемый член. Это серьезно, да. Что-то такое серьезное. Ну, любое выдающееся захоронение древности, связанное там с созданием большого насыпи, например, курганной, это однозначно признак, что это непростой человек, уважаемый член рода, общины, племени. Ну, и в наше время тоже богатые надгрыбы от бедного изрядно отличаются. А основная масса населения в обычных грунтовых ямах, которые даже и не знают где. То есть, у нас есть много археологических памятников, типа курганных могильников, но они... В них лежит малый, очень кроханный процент от всех людей, которые... Давай уточним вот так. Ладно, вернемся к продолжительной жизни. Да, среди вот всех находок. Я прям вот конкретно, чтобы у нас тоже из контекста не было. Вот 150 лет кто-то датировался? Средний срок жизни в древности и примерно до 20 века 30-40 лет. А вот средний срок жизни это с учетом детской смертности. Но даже если мы уберем детскую смертность и смотрим по тем, кто пережил детство, ну, скажем, с 15 лет будем считать, все равно там смертность была очень высока. Это и войны, естественно, и болезни, и та же чума. Лера очень часто ходила по России-матушке. Много других факторов. В общем-то, 40 лет человек был уже стариком. Не стариком разваленный, а именно вот такой очень матерый, очень поживший, очень опытный. Что там говорить? Знаменитый князь Дмитрий Донской и умер отнюдь не в 50. Он еле-еле за 40 перевалил, если я правильно помню. Потому что жизнь ему была тоже нифига нелегкой. Хоть он и князь, московского княжества, он был обеспечен с раннего детства всеми благами. Но за его жизнь, всей своей жизни он только 7 лет нигде не воевал. Эти 7 лет пришлись на его первые 7 лет детства. Нормально. Он очень рано наследовал свой престол. И очень рано Москва в тот момент, ну что, не очень рано, для него рано, Москва вступила в конфликт с другим княжеством. Была долгая феодальная война. То есть, он рос просто в условиях постоянной военной тревогии. Это не добавляет здоровья и годов. Если мы возьмем обычных массовых людей, у кого больше всего было крестьян, тогда берем больше всего крестьян, от тех, кого больше всего. Мы можем сказать, что в принципе, ну так же по ним, что 40 лет это очень-очень круто. До 30 лет дожить, это уже показатель был. То есть, никакой медицины нет. Умереть от голода ты можешь каждый год. И много других моментов. То есть, 30-40 лет, это прям хорошо поживший человек с внуками. Круто. Вот, иногда далеко даже уже и не маленькими внуками. А 50-е, это уже прям старейшина, очень уважаемый человек. Есть современный рекорд долгожительства. Одна известная француженка, я думаю, ты знаешь этот случай, которая и пила вино, и курила до последнего дохода, прожила больше 120 лет, кажется. Точно не помню. Но это она родилась в 20-м веке. Ее услугам был, а, очень хороший иммунитет изначально, который ей заложился, благодаря этому естественному отбору. И соответствующая хорошая медицина. То есть, она родилась где-то в конце 19-го, и прожила до конца 20-го, если не до начала 2000-х годов. А, все вспомнил. Ну, да, ты вспомнил эту историю. Но это единственный в истории человечества зафиксированный случай такого долгожительства, который зафиксирован детально, строго. Конечно, кавказские долгожители какие-нибудь, или японские долгожители могут там, а мы тут тоже столько лет живем, но там с документальным фиксированием тоже не все хорошо, особенно на Кавказе. И опять же, то, что она при этом вела не очень здоровый образ жизни, это как раз показатель того, что ее случай – это исключение. Исключительно редкое исключение из всех возможных правил. А так, вот. Ну, не может физически человек жить дольше 150 лет чисто из-за особенностей строения генетики. То есть, вот даже генетика человека, если мы, предположим, не воздействуют никакие факторы негативные, и его здоровье поддерживается идеально, 150 он обязан умереть просто на основе генетических факторов. Это мне еще в школе, на уроках биологии рассказывают. Ну, здесь я могу сказать, пишем же, да, еще это идет. Да, значит, здесь что идет? У нас с возрастом идет всегда, то есть, рак будет у всех, да, есть такое выражение. Вот. У нас всегда, соответственно, активируются определенные геномы, и поэтому, как бы, это, ну, так скажем, это твое утверждение, оно здесь 100% верно. То есть, рано или поздно, просто у кого-то раньше, у кого-то позже, но онкология будет у всех. Итак, дорогие друзья, соответственно, мы немножко устали на диванах, хотели размяться, вот, но я сегодня не готов, поэтому мы просто здесь потусим, да, подружески, так сказать, никто никого не будет бить, слава богу, меня не побьют. И меня. Да. У тебя удар стал гораздо тяжелее за последние 10 лет. Я просто толстый. Ну, так и масса вкладывая. Все в жире, да. Вот. Короче, в чем смысл? Продолжая нашу тему, ну, наверное, вот вопрос, до которого я все хотел дойти, и вроде он звучит странновато в качестве общего контекста, но для нашего спортивного брата, я думаю, для ваших боксеров, проблема с варикозом очень актуальна, да, и есть целый ряд брутальных мужчин, которые вроде бы уже казались настолько уже брутальны, что брутальны некуда, но они очень стесняются, и я думаю, что многим это даже психологически поможет осознать, что вот, допустим, исторически, если посмотреть на чулки, скажи, это же реально придумка прошлого, ну, как бы мужчины пользовались чулками. Ну, надо четко понимать, что тот или иной элемент костюма, это была вещь, характерная для конкретного времени и конкретного региона. Если говорить о Западной Европе, там действительно в какой-то момент эволюция одежды для ног привела к появлению чулок, которые называются шоссы. Сначала это были раздельные чулки, которые привязывались к поясу, все, как нам известно, только по женскому костюму современному, а в дальнейшем они опять потихоньку, видимо, под влиянием церкви, трансформировались в обычные, известные нам штаны. Какую функцию они носили, кроме одежды, сложно сказать, поскольку развитие этого элемента костюма европейского происходило очень долгим, сложным путем и, скорее всего, никакой функции обтягивающей, поддерживающей сосуды не было изначально. Просто постепенно из таких достаточно аморфных, рыхлых вещей они начинали все более и более обтягивать ногу. В конце концов, уже в таком очень позднем периоде превратившись в такие прям вот облегающие чулки, которые прям вот обрисовывали всю форму нож. А лосины? Лосины – это несколько другая история. Это все-таки штаны. Это кавалерийские штаны. Да, их зачастую модники надешили так, что их надо было надевать на мотив, но они растянулись. Даже так? То есть это плотное, да? Это прям плотное. И делались они из лосиной кожи. А, ну поэтому и лосины. Но это было связано не столько с, опять же, необходимостью, как это называется, не компенсирования, а компрессии. Компрессия, да. Не столько с необходимостью какой-то компрессии, об этом тоже никто не думал, сколько просто с тем, что штаны, которые не елозят на теле и не имеют вот здесь швов, привычных нам по тем же джинсам, в них просто, напросто удобнее долгое время ехать верхом, что было востребовано, например, в кавалерии, где там садник мог с лошади слезать только там три раза в день. Это, опять же, экстремальный случай на самом деле. лошадь, в отличие от человека, очень хрупкая и невыносливая. Мы кажем, что огромные звери, зверюга, да, с копытами, на самом деле они слабенькие, ну, в пересчете на массу тела. И долгое время скакать лошадь не может. Поэтому, если говорить о военном применении лошадей в старину, скакали они, как правило, шагом или медленной высшей, если на дальняк. И только во время там сражения ее могли гонять как-то более быстро, усиленно. Да, или когда необходимо было совершить какой-то быстрый марш, маневр, да, тогда лошадь заставляли идти быстрее. А так, ты прошел условные там 25 километров и надо ей дать отдохнуть. Прошел еще 50 километров, ну, условно, скажем, сделать 3 дневных перехода и целый день отдыха надо давать. Все было очень непросто. С логистикой, с лошадьми мы как-то отвлеклись на атласе. Но в целом, в общем, в общем, ничего такого компрометирующего в этом не видели. Даже в западных частях Руси под влиянием Западной Европы этот элемент костюма мог встречаться. Опять же, это тоже был костюм, точнее, одежда, элемент одежды, который вполне достаточно удобен для всадников. Потому что шились они, как правило, вот здесь. Этот шов не прилегает, опять же, к седлу и натирает ноги. и для знатного человека было совершенно нормально. Вот тут труселя бре, тут, значит, под них келки, сверху у тебя спущен подол рубахи и удобно. И это надо сходить за известной надобностью, ты там два шнурка распустил и пользуйся. Не сказать, что это прям удобно, но это при некоторой привычке и у современного человека не вызывает каких-то особых затруднений. Единственное, что, конечно, с точки зрения нашей конкретной российской культуры, ну, это, ну, выглядит как-то не очень. Потому что мы привыкли видеть подобную одежду на женщин. Такого я здесь не вижу. Ну, то есть, если мы посмотрим, я имею в виду на развитие костюма в целом, да, вот, ну, ты меня поправь, если я, мне интересно, моя формулировка сейчас будет правильной, нет, то есть, если мы смотрим на историческое веков, отличие, гендерное именно, отличие от костюма мужского и женского несет в себе не один только вот исключительно там конкретный покрой, как у челков или форма, а целый, так скажем, ну, я так по-своему скажу, симптомы комплекс, куда входят, то есть, и там украшательства какие-то различные, может быть, еще что-то. В целом, для истории костюма в целом, ты, безусловно, прав. Да, я вот на обоих... Если говорить именно о вопросе шосс челков, то в момент их бытования женщины такие челки не носили. даже так? Да, то есть, женщина носила одежду до земли, условно говоря, платье, там, женскую рубаху до пят. И женские челки обычно были где-то до колена. Специфика, опять же, костюма европейского определялась климатом во многом. В Европе климат был долгое время очень мягкий, пока не произошел майло-ледниковый период, связанный с развержением вулкана, ближе, там, в районе 15 века, когда было похолодание значительное. Соответственно, такого костюма, тонких шерстяных чулок мужчины и коротких чулок у женщин с длинным подолом вполне хватало. На Руси климат был пожестче, но, опять же, до малого периода тоже достаточно мягкий. Там тоже не возникало каких-то особых проблем, мы ходили нормально, как все в обычных штанах, в обычных рубахах в пол. Опять же, не женщины в штанах. Женщины в штанах не носили, и до начала 20 века это было вообще не характерно, чтобы женщина надевала штаны. штаны на женщине это либо экстремальные условия типа значительно морозов больших. Такой по этнографии мне попадалось упоминание, что вот женщина надевала под юбку штаны мужа, чтобы не замерзнуть. Ну, или когда зимой ехали куда-то на ярмарку в другое село, чтобы по дороге не мерзнуть, могли еще под пять юбок штаны надеть пуховые какие-нибудь. Опять же, это уже 20 век. Ну, те сведения, которые мне попадались. Понятно, мы можем предположить, что предки были, в общем-то, не дурнее нас, и в каких-то таких случаях в каком-то 15 веке женщина теоретически на Руси могла штаны под юбку надеть. Но вообще это было не характерно, сильно не характерно. Настолько не характерно, что ту же Жанну Дарк в ее родном 15 веке по формальному оформлению документов о сжигании сожгли не за то, что она там ведьма какой-то была, а за то, что она мужскую одежду носила. Нормально так. Ну, то есть там было как? Был над ней организован процесс судебный. Разумеется, он был максимально не объективный, поскольку англичанам требовалось очернить этот символ Франции, да? А ее, естественно, по линии ереси и колдовства пытались провести. В том числе одной из важных пунктов объединения было то, что она носила мужскую одежду. Ну, извините, ты в женской одежде в доспехе не влезешь и на коня не сядешь. Логично. Она была, судя по имеющимся свидетельствам, у нее были специфические задержки в физиологическом развитии женском. Она была невыраженной женщиной. А при этом специфика ее взросления была связана с детством в исключительно мужской компании и как бы росла девочка-пацанка. Как буч, как сейчас говорят. И она не просто так умела ездить верхом и махать мечом. Пусть даже совершенно непрофессионально, но могла. Вот. И, естественно, она не хотела, чтобы ее сожгли. Более, ты одна единственная женщина, а вокруг тебя только враги и ни одного нормального адвоката у тебя нет. Поэтому она там в ересе как бы раскаялась. Я сейчас очень прощаю, конечно, и отношение мужской одежды, конечно, отказалась, раскаялась. И как бы формального повода ее жить не стало. Веретик, который раскаивается, его просто так не сожжешь. все-таки хоть это и было очень суровое среди пояса с весьма специфическими, естественно, нравами, но определенные юридические процедуры уже все-таки имели силу, и нельзя было просто так взять и на костер засунуть женщину в 15 веке, тем более знатного происхождения. Все-таки она была, хотя по легенде, она как бы чуть ли не простая простушка, но на самом деле куча свидетельств из-за того, что она могла быть даже бастардом королевского рода. Это неподтвержденная достоверная информация, но то, что она могла быть или бастардом знатным, или просто какой-то дворянкой, это очень невозможно, поскольку не дворянка тупо не имела никаких возможностей научиться ездить верхом, носить доспех и бить мечом. Но это должны бы какие-то совершенно удивительные условия произойти, чтобы такое случилось. Она, в принципе, по воспоминанию современников, вполне уверенно это все делала, то есть имела возможности. Да. Ну, мы немножко отвлеклись. Да, вернемся к штанам и юбкам. И, собственно, чтобы такие ее на костер отправить, и в тюрьме, в холодном, естественно, каменном мешке, ну, я такой, одежду, отряли, мужскую в камеру кинули, а ночью, когда она была вынуждена надеться, чтобы не иметь отхода, естественно, врывается в камеру, фиксирует повторение рецидив на костер. Нормально, хитро. Да. Они умели юридическую кузовистику. И снова мы переместились, и следующий вопрос к Ивану, самый, самый спортивный вопрос за сегодня, поэтому, видите, мы сейчас с гантельками и штангами. дайте, пожалуйста, гантельку, я ее качаю. Пожалуйста, сир, сир. Да, конечно, да, немножечко я сдал в последние годы, да, но еще что-то могу. Короче, Ваня, смотри, у нас есть такая тема в плане, соответственно, основного мифа, который наверняка от тебя встречался, у нас особенно, если территория Руси, то там все богатыри, все сильные, ну и так, конечно, там по миру я сверст кидаться, то там все равно каждый второй, третий тоже, в общем, был наверняка сильнее, больше современного человека. Так ли это? Вообще, зуб даю, отвечаю, да? Все богатыри, прям вообще все. Раскопки, опять же, сразу вот этих великанов. Мы берем массовую находку при расковках всевозможных погребений. Вот у нас есть условный 100 человек у ребенных, раскопали, смотрят скелет. Измерения скелета, ну, не дают точно объективную картину, но очень часто можно по распорожной косе определить, что рост человека был до определенного размера. И достоверно научно выведенный факт в том, что средний рост людей прошлого был значительно ниже. конечно, всегда были исключения. И есть вполне себе музейные доспехи конкретных людей, которые в силу, ну, скажем, нарушений секреции гипофиза вырастали очень высокими. Известная проблема, гигантизм, гормональные нарушения, вот это вот все. Или карлики тоже, да? Нарушения того же гипофиза, не вырабатывается гормон роста, он маленький. То есть такие исключения были всегда, и сейчас есть высокие люди, и тогда были высокие люди. Но основная масса была невысокая. И если у тебя рост мужчины 165 средний, а у женщины 155 средний, ну, какой богатырь? Можем вспомнить русские былины, богатырь саженного роста, Илья Муромец. Ну, сажень, если это не касается сажень, это на наши деньги примерно 175 сантиметров. У меня вот рост 180. я что, богатырь? Я вот даже такую штатбу с трудом, наверное, пожму сейчас. Но у меня, правда, плечо больное. Представление некоторых зрителей раз богатырь, сажень, это значит два метра. Но есть определенный момент, связанный с их физическими нагрузками. Если мы не рассматриваем микроскопическую прослойку знать и богатых людей, про которых я упоминал, что они хорошо питались и могли вырасти крупнее, то основная масса людей была вынуждена очень большую часть времени и сил посвящать добыче паропитания. Занимались они, как правило, физическим трудом. Поэтому в плане выносливости, жилистости, как это говорят, они были в среднем гораздо крепче, чем современный человек, особенно горожанин, который не имеет таких систематических нагрузок. Это можно увидеть и сейчас на примере жителя сельской местности, у которого есть личное подсобное хозяйство, который с детства имеет систематические нагрузки, или спортсмен, который с детства имеет систематические нагрузки, он тоже будет крепче физически. У него даже кости будут прочнее, потому что физические нагрузки укрепляют организм понятно если в разумных количествах и давать то есть да в каком-то плане люди в древности были не такие физически здоровые как мы и там в скорость реакции предполагается у них ниже было и даже разовый вес они может быть меньше могли поднять зато в плане выносливости большинство средневековых людей современном дадут прям хорошую форму опять же не забываем что выживали лучшие самые крепкие здоровые да а сейчас у нас много людей со слабым здоровьем а слабое здоровье естественно дает и слабый физический показатель особенно если не тренироваться поэтому сильные люди среди них были бывали и очень рослые и сильные люди есть даже несколько образцов музейных доспехов за два метра высотой но это вот это один музейный доспех 202 высотой рядом еще 50 которому вот так поэтому опять же если мы возьмем крестьян опять же чем знать вот но выносливые опять же и знают наиболее люди которые посвящали свое дело военному искусству особенно в период средневековья когда феодал был в первую очередь воин они очень суровые тренировки использовали есть вполне себе источники по которым мы можем ряде упражнений для воинского сословия делать выводы ну например паш который готовился стать оруженосцем у рыцаря или вот оруженосец уже рыцарем молодой еще человек который скажем так уже достаточно взрослые лет 16-17 но еще не сформировавшись а так сказать прям совсем взрослый да вот у них один из нормативов физической подготовки от отжиматься в стойке на руках это серьезно и вообще скажем о развитии плечевого пояса воинском сослы уделялись серьезную очень усилия независимо от региона поскольку специфика войны того времени это холодное оружие где надо наносить сильные удары быстрые быть ловким развитию ловкости тоже уделялось большое значение и просто методы развития в разных регионах различались традиционно ну вот скажем в индии популярный снаряд он до сих пор сохранил своих тяжелоатлетов это булава ладно бы булава привычная нам по европейской истории это вот такой нет и тяжелый груз на палки ну да я упрощаю конечно булава индийского тяжелоатлета это скажем вот такой высоты дубина вот здесь вот такой толщины здесь вот такой толщины дала могу видосы показать я думаю что мы вклеим да какие-то же можно найти там да есть есть естественно это у самых выдающихся но тем не менее ну начинающих они пиши маленькие детей там подростков груз меняется и упражнение с булавами это довольно серьезное упражнение для развития именно верхней части тела да причем мы же понимаем что у военного у солдата задача отличается от задач спортсмена он тоже должен быть сильным и выносным но его задача не один раз толкнуть какой-то большой вес а в течение длительного времени выдерживать серьезные нагрузки динамического характера поэтому но специфические упражнения специфические снаряды ну да вот это вот это необычно это так вообще выбивается из контекста общего представления а расскажи еще пожалуйста вот ты говорил мы за кадром начали обсуждать греков греков с этими камнями и такая вот греческих атлетов да 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 вот интересно то что ты 300 якобы весили но не доказали да то что ну и эти камни я сейчас не могу вот так вспомнить точности ту статью просто это был материал именно у древнегреческой атлетики там много было и олимпийским играм посвящено и греческом панкреатию наверно таким моментом и в том числе там разбирались аспекты физической подготовки и вот упомянутый момент это один из островов земном море примыкающий греческом архипелага составе греческого архипелага там была находка интересна архиологической нашли камни каком-то месте где который видимо использовался для тренировок на которых были надписи этот камень поднял такой-то человек каком-то году и некоторые камни прям поражают своим весом то есть мы не знаем как именно их поднимали может это был какой-то вариант жима или еще что-то но вес некоторых камней сильно за 100 килограмм но опять же это именно атлеты солдат 100 килограмм не будет тягать его задача его родные 25 программ оружия качить в течение нескольких дней потом сражаться там другие нагрузки и солдата атлета может быть не поборет но легко убьют ну и вот очень интересная фраза за кадром прозвучала ты говоришь то что уже тогда до вменяемых людей было различие что там есть атлет и есть воин есть там боксер какой-нибудь или как-то по-другому ну как как анкроте он карте он да вот то есть все дело различалось и одинаковые требования к этим людям не выдвигались не в тренировочном плане я начну скажу кладиатором были другие требования чем до легионером если говорить скажем о более известном всем древнем риме даже все все разное хотя и там и там вроде бы речь идет о какой-то боевой подготовки но гладиатора нет задачи как у мула мария тащить на себе килограмм 40 пировки у него есть задача красиво сразиться на арене и при этом иметь красивое накаченное тело но то чтобы смотреть тоже был приятен да то есть у гладиаторов был особый рацион питания в основном на зерновых и бобовых вот специфические атлетические упражнения естественно боевая подготовка у них тоже была не вполне умело могли сражаться даже насколько я знаю иногда пытались использовать воинах но это такое прям мне не очень хорошо известная тема поэтому не буду ничего говорить случайно не соврать но они как бы были вполне себе бойцы это были бойцы индивидуальные которые вот вышел сразился ушел или умер и не убивали их да по-моему если я не ошибаюсь но масса как сказать если бы гладиаторы все время гибли на аренах они достаточно быстро заканчивались нашел мозгу он уже тогда это понимали организаторы мероприятий поэтому смерть гладиатора на арене это было ну и вот чтобы частое явление он мог проиграть и если это были какие-то очень важные игры посвященные каким-то там условно божественным праздником или каким-то выдающимся политическим событием вроде триумфа на войне там еще могли быть варианты но как правило старались этого избегать хотя все признавали что реальная опасность есть но подждрались они все-таки в полную силу и можно было ну случайно получить себе в глаз мечом и все и поэтому собственно гладиаторов которые определенное количество поединков побеждали их могли отпустить на волю солдатам же требования к легионерам солдатам которые постоянно участвовали в военной деятельности были совсем другие требования ним задача была уметь далеко ходить уметь тащить большой груз уметь поставить лагерь и собственно говоря уметь взаимодействовать с товарищами в строю что в греческой фаланге что в римской легионе очень большое внимание уделялось именно строевой подготовки работе в команде то чему гладиаторы не очень хорошо были приспособлены хотя конечно и гладиаторских сражениях бывали бы и отряд отряд но 5 на 5 или даже 20 на 20 это не 1000 на 1000 скажи пожалуйста вот раз уж мы так зашли и об атлетах начали разговаривать вот явление так скажем в целом когда мы берем и мужчину и женщину и говорим что мы их там тренируем не только ради неважно мы даже можем вывести за скобки кем они работают там проституток брать не будем там каких-то а вот чисто с эстетической точки зрения что вы в древности как-то но наблюдали вы вот этот момент что вот просто красивые телосложения да мы его там сейчас накачаем чтобы он как гладиатор допустим был красивый о том что явление бодибилдинга такой зачатки имели место а это всегда было связано понимание таких моментов да и вообще появление представления таком это всегда было связано с уровнем культуры общества если у нас имеет место быть общество развитое я имею не столько технологически сколько именно культурно планета философии отношения к жизни прочим вопросам такого рода то есть общество которым не стоит вопрос выживания ежедневного высокоорганизованная то там в том числе и таким моментом могли начать уделять внимание по крайней мере в том что касается мужчин даже так не женщина прям меня бы красоте женщин тоже много внимания было от женщины не требовалось в качалку ходить чтобы быть красивой а ну я были какие-то свои представления красоте сейчас мы любим стройных а тогда любили пышных каком-то 17 веке считая что пышная женщина лучше будет рожать много вопросов связанных с ожирением и воздействием ожирения на внутренние органы а и соответственно берем тоже древний рим как наиболее близкий понятный пример нашим зрителям есть например фрески и мозаики найдены помпеях город который был засыпан теплом вулкана и очень много там сохранилась оригинальных римских построек на этих фресках прекрасно видно как стройные красивые девушки в костюмах похожих по современной бикини занимаются легкой атлетикой даже так даже с гантельками че себе вот тогда но это надо понимать что это мозаика в богатой вилле которые естественно демонстрируют сцены жизни богатых людей вот девушкам изнатной семьи чтобы хорошо выглядеть вот они занимались чем-то тем более что для античности целом и для древней греции для ее наследника древнего рима характерно было понимание что красивое тело это хорошо а красивое тело и она да ну если у тебя есть возможность заниматься спортом значит ты не думаешь о хлебе насущном значит и уважаемый человек то есть даже вот таким способом выделиться не увешивая себя драгоценными одеждами и золотом вот уже тебе придешь такую вещь атлетичный подтянутый красивый и сразу видно арный хлопец гоплит да вот сейчас вот прям фалангу встанет и будет прям как на родном месте всегда если человек может себе позволить заниматься чем-то кроме добычи хлеба насущного это всегда его выделяет из толпы простых работников и в древности это было особенно характерно вот у тебя руки без мозолик значит или богатый купец или какой-то аристократ а если ты аристократ руки в мозолях вот как у меня это мозоли либо от штанги штанги либо отмечал с копьем и молота молот этот сурово ну что дорогие друзья мы переходим к заключительному вопросу о женщинах и так наверное заключительный вопрос на сегодня такой более развлекательного характера тоже есть мнение что какие-то особенные женщины знаешь у нас были типа особенно там на древней руси особенно красивые обязательно как из аниме тяночки все вот такие вот с узкой талии и развитыми женскими первичными половыми признаками первичными или вторичными все таки и первичными и вторичными оговорился забавно конечно давай рассказывай ну я тогда и жил поэтому я не смогу так скажу может быть какие какие-то мы можем ссылаться действительно какие-то источники так ли это нас интересует особенность вот но типа вот прям что-то вал что могло действительно отличать от современности вообще проводить какую-то линию физически они особо от нашего времени не отличались то есть как сложились хомо сапиенсы как они потихонечку и существуют конечно человек который жил двадцать тысяч лет назад внешним обликом достаточно серьезно отличается от современного человека потому что к нашему времени хомо сапиенсы разделились уже на несколько раз в рамках этих раз еще сложились свои фенотипы но в целом если говорить как сравнить на недавнем прошлом там около тысячи лет назад каких-то прям вот вау особенности но не было у меня нет не был них они щупались каких-нибудь там не трех грудей и ничего такого особенно тоже не было вечно были ну женщины конечно внешний вид мог достаточно серьезно отличаться во всяком случае реконструкции по черепам внешний облик людей прошлого те же там женщины славянского происхождения разных регионов они показывают что ну лица отличались я даже могу сказать что есть некая такая тенденция общемировая что черты лица с веками смягчаются в целом фигуры как бы соединяются это связано с обычным генетическим перемешиванием то есть какой-то момент чаще разделилась на много сравнительно изолированных групп в рамках к то внутри которых сложились свои общие черты поэтому славяне на лицо все-таки отличаются например от испанца вот испанцы я не очень дальше привык пример там много примесей других народов хорошо савян достаточно легко отличить от англичан японцев нет я говорю о европеоидной районе да или там венгрии вполне себе отличаются и даже если мы смотрим на наших соседей финно-угорские народы те же там чуваши мордва русские их в принципе как бы смотреть сам можно отличить друг от друга но эти отличия не так что прям заметно какой-нибудь китаец приехав в россию мордвина от вебса не отличит хотя весь мир знает как выглядит вебсы вообще весь мир у кого есть телевизор на это как у нет вебсы знаешь почему но что путин вебс он конечно русский в плане всего происхождения но антропологические по месту происхождения он явно потомок вебсов вот но это так чисто вправе порядке такого минутки юмора поэтому каких-то там супер отличий если искать только в голове жили совершенно другому мыслили тоже по-другому и как именно мыслили ну и тут можно очень долго рассказывать это не до трехминутного ролика главное что надо сказать это отличались очень сильно их ценности моральные женщины того времени если она не была какой-то психопаткой она точно также была заинтересована выживание своего народа свое племени своего рода и соответственно в деторождении эффективно введение хозяйства чтобы обеспечить вырастание детей вот эти все моменты ну если нормальная понятно что всегда могли быть какие-то там свои девиации от понятия но в целом вот они больше были сосредоточены на семье понятно что патриархальное общество в целом как бы женщине не давала особо куда-то в сторону уйти заниматься там не знаю работой по удаленке тупо не было работы по удаленке поэтому не знаю я бы не стал делать каких-то прям особых радикальных утверждений они чем-то там могли выделяться отличаться они были другие мужчины тогда тоже были другие опять же выручивать внутри головы своей были опять же и хорошие люди были плохие люди опять же нам всегда учитывать какое было время какие были общественные отношения и что было важно людям для выживания то есть например очень сильно был коллективизм категорически сильный и помочь своему это было просто вот обязательно это конечно сукин сын это наш сукин сын мы сами его повесим посадим на ком но мы это сделаем сами вам вот ну и опять же при жидке этого сохранялись очень долго крестьянской общине на руси когда обществом решали очень много вопросов связанных с выживанием хотя были конечно и минусы в этих подходах отчасти этот коллективизм сохранялся и двадцатом веке в россии когда был такой обычай скажем помощи когда в сельской местности молодая семья хотел построить дом собирался народ с их улицы и все дружным быстро когда несколько дней помогали это дом после сначала было предварительно какая-то подготовительная работа там запасание материалов броковин да все равно раз всем миром накинулись построили не за деньги а просто но понятно и накрывали стол их кормили да я еще это застал приходили соседи нескольких домов скажем таком старушке убили стены или еще что-то такое в этом плане современное общество конечно гораздо более разобщённая поскольку а раз общество разобщённое то ну и слабое скажи пожалуйста вот еще один касающийся этого вопроса он тут как бы касается и мальчик девочек все по крайней мере там современные поколения так скажем швадрогер до представление какие у всех представления что типах вот было бы здорово попасть прошлое время даже в половой контакт с мужчиной там или женщиной получить кучу удовольствия то что они же особенно это германтизированные красивые и я лично всегда мне в голову приходят ну лично гигиена она отличалась или нет от сегодняшней которая сегодня у нас проходит вернемся к нашему разговору об уровне развития культуры и понимание вот например внимание медицины чем выше уровень культуры тем выше уровень гигиены даже не столько ради того чтобы обезопаситься от болений сколько чтобы выделиться я могу это делать что это могу себе позволить я моюсь каждую неделю потому что есть деньги на дрова чтобы согреть воду и так далее ну если мы говорим какой-нибудь европе понятно что на руси мылись каждую день должен дрова были всегда ну я опять же упрощаюсь историю то есть говорить о гигиене надо так вот берем европу они знали что мыться нужно и полезно целом и они мылись огромное количество источников о том что до эпидемии чумы были даже на центральных площадях городов общественные бани там вполне себе общество собиралась и там мылась и так далее после эпидемии чумы это лавочка накрылась потому что но общественными они были источником устранения заразы среди прочего но опять же это не отменяет того что мылись недаром один из названий одно из названий пятницы на европейских языках говорится как банный день даже так прикольно так я не знаю ну это вот на скандинавских языках например если мы спускаемся от хорошо образованных людей в темную массу крестьянства да вот особенно мощным цветом цвело чего угодно то есть с одной стороны вроде бы и знали о полезней пользе мытья мы держать себя в чистоте как бы в общем могли знать ну вот возможность это делать было не всегда ну ладно мула можно заменить щелоком там еще что-то ну вот у тебя полевой сезон работ тебе надо за три месяца вырастить урожай какая там баня ты будешь пахать и пахать и пахать пока не умрешь потом проснешься и дальше пахать или же представление о медицине особенно медицине половой на связанной с половыми органами прочим могли быть просто фантастические вот сейчас вот иногда попадаются какая-то информация о медицинских представлениях по тому иному вопросу и потом вот люди которые живут в среднем по 70 лет пытаются перенимать народную медицину людей которые жили по 30 лет после этого л логика что-то это такое да все сложно не сможет если скажем представление античных медиков были достаточно хорошо распространены и понимание многих вопросов здоровья было на высоком уровне по крайней мере у образованной части населения не у всей а у верхушки и это как-то потом не сходило вниз менее образованной части населения то скажем темные века европе названы темными не просто так если говорить о других регионах там тоже все было очень специфично взять хотя бы одну из традиций в некоторых исламских странах делать женское обрезание мягко говоря не полезно для женского это же половые губы до связали а клитор это связать а я думал только все очень плохо это естественно ведет к частой смертности уроженец там и в целом официальные заболевания туда и все прочее то есть там хотя очень долгое время считалось правильным и полезным жестко до из религиозных соображений на другом месте других местах какой-нибудь из религиозных соображений могла подсветать храмовая проституция но при этом там все было чистенько и аккуратненько в нашем обычном понимании да проституция заплатила деньги нет храмовая проституция это не совсем то же что и просто просит тоже долгая сложная тема тема да это больше связано с обрядами плодородия да конечно посетитель там делал какой-то взнос в храм они лично ей она типа исполнял религиозный обряд за него что она вот блять говоря откровенно а потому что вот так кто-то с этого получал удовольствие кто-то с получал удовольствие то мы не знаем мы знаем что индусы придумали камасутру зато вот не просто так да ну короче люди они весьма увлеченные этим в разных регионах могла твориться любая дичь чем менее образованного общества тем чем меньше в нем знаний объективных знаний о здоровье тем разумеется более страшные были всякие традиции обычаи страшные с нашей точки зрения и тем значительная часть той же смертности была связана именно с этим мракобесием слава богу что мы живем сейчас наше время у нас нет как правило вот таких вот проблем я как историк вот просто один из самых страшных снов это попасть другой мир средневековья ну начать с того что я во-первых занесу туда болезни от которых нет никаких лекарств никакого иммунитета современные болезни они прошли длительный противоестественной отбор антибиотиками это если говорить о бактериальных инфекциях а про вирусы вообще говорить нечего коронавирус который имеет все признаки боевого вируса но чуть-чуть ослаблено просто как три чумы бы прокатился я думаю по всей планете и то же самое касается и болезни мне никто прививку от чумы губонной не делал и тебе думаю тоже и от проказа нет прививок и от холеры от холеры еще делают прививки не знаешь это очень нет нет это такой ну если они по моему они были но сейчас от оспы только у нас но брюшной тиф у нас последняя вспышка была восемьдесят девятом году и уже ничего не делается в этом плане вот например вот вот мы пять названий только сказали каждый из них свое время очень здорово выкосил человечество да то есть и это игру не о каких бытовых удобствах даже вопрос здоровья то есть я простужусь слабый городской житель там мгновение улка например поду зимой да и как меня будут лечить подорожник на лоб приложат и малиновый отвар заварят если будет что заварить и молитва очень меня поможет очень особенно молитва я не сомневаюсь или бубен бубен мне дадут в первую очередь потому что я буду выглядеть мягко говоря как не местный ну ладно предположим предположим у меня есть некие навыки все-таки я там и с инструментами работаю с детства и сражаться всячески там тренировался и знаний у меня всяких ремесленных много если крайне повезет меня не сделают рабом не убьют просто при встрече потому что я выгружу совершенно чужеродно я не заболею сразу и не умру без антибиотиков у меня не будет серьезных проблем из-за зубов и которые есть практически каждого современного человека и еще много 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 пунктов ну то есть как вот в книжках фантастических пропадаться у них самая главная фантастика то что они переживают первые там пару месяцев до но есть кривые книжки как фанат жанра есть кривые книжки где вот 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 это вот типа чистейшая ему какая-то крестьянка попадается которая намытая абсолютно а как не это представляется вот поправить меня все-таки бы он от одного запаха был бы ну очень удивлен зависит от региона местности там и местных традиций ним она не брилась и вспотела да потому что они ну там уже приключение у них было и перед этим обязательно он же спас от всякие прочие моменты бытового характера и дальше я за счет того что я историки я имею некоторые поверхностные представления муж образе мышления людей этого времени я там смогу как-то вписаться в общество как окупеть какой ценный специалист но ведь явно и фортификацию и осадную технику многие важные моменты в металлургии то есть кунец я не очень вот так я умею творить более знания но у меня есть глобальные фундаментальные знания которые достаточно легко можно подтянуть под практику то есть там ну хорошо но я думаю это будет на один случай из 200 а во всех остальных 199 меня или убьют или я сам сдохну в мучениях очень быстро и как мы будем простите жопу подтирать до в тринадцатом веке ты знаешь если зима и лопухов уже нет снегом я даже не представляю что они делали вот выкручивались вот вы кстати говоря много разных способов вот я помню что правда это нет поправить про рим что там многоразовые ёршки эти какие-то по всякому я вот вопросам именно этим не специально не интересовался но могли подтираться по клей комками шерсти очесом льняным хлопковым от меня больше пугал что это для сочками ткани зависит от той состоятельности возможности подмывались естественно на арабском востоке подмываться это было необходимо чисто чтобы выжить в крайнем случае песочек опять же какая-то мягкая очень мягкая трава еще что-то вот вариантов достаточно достаточно много но опять же над этим надо заниматься надо заготавливать это вот все не подтираться как бы не стоит потому что ты так будешь понять опять же если мы хотим быть приличным человеком нам надо выглядеть как приличный человек по представлением того времени и место это значит и манерой поедание пищи уже достаточно рано сложились представления о том что знать должна есть аккуратно красивая не рыгать не чавкать не не блевать за столом чтобы этим отличаться от простонародье поэтому по целую трактат и есть европейских книжников примерно такие же представления были и у других народов вот уже надо знать этики эту же того не тому поклонился в китай тебе секир башка не так поклонился тому кому надо себе секир башка их тогда тоже много было китайцев рисоводческое хозяйство обеспечивало едой гораздо больше хочет народу не жалко можно секир башка там если сравнивать китайские войны с войнами там того же ближнего востока где тоже были на многочисленные армии ну вот армия как он там ци ши и хуаньди который начал строить великую китайскую стену объединил весь китай и так далее да вот там десятки тысяч человек вот он победил кого-то и на поле боя осталось там тысяч двадцать еще тысяч сорок разбежалась нормально вот или захватили пленных тысяч пятьдесят каким-то образом куда их девать охранять кормить вырежем это я немножечко все время упрощаю всегда было сегодня не очень непросто но масштабы китайские в древности были очень значительно то есть если говорить об эпохе античности во время в мире было два центра цивилизации римская империя и китай чем рим так достаточно отставал по ряду вопросов другое дело что китайцы в какой-то момент развились это очень высокого уровня на этом уровне застыли а европа продолжила развиваться несмотря на все проблемы связанные с темными веками мрачным средневековьем маркобесием светских властей сжигавших ведьм то есть ведьм сжигала не инквизиция как правило а светские власти более того народ старался попасть как раз инквизитором даже те соблюдали протокол если я не ошибаюсь это же и политические причины это там очень сложный клубок причин это и мракобесия и банальная человеческая зависть красивой соседки к молодой красивой вы же ведьме смолочь стройная наверняка на метре летает там много чего было и религиозный очень сильный фактор и так дорогие друзья пришло время прощаться сейчас немножечко соответственно иван расскажет вам о своей компетенции о чем вы можете внимание попросить его рассказать в следующий раз в комментариях внизу ставьте лайки подписывайтесь на канал могу рассказать о многом но не обо всем все таки я знаю ничего на свете только в половине все на свете и то это не точно сейчас на все что касается вопросов связанных не корием военным делом средние века фехтованием естественно холодным оружием какие-то вопросы производства этого оружия воинного дела кухни люблю готовить интересные старинные блюда только занимались спортом в верности тоже интересная тема много чего можно об этом поговорить можно обсудить как раз вопросы физической подготовки воинов как именно управлялись по той же руси и эта информация есть у нас сохранилась да это так чтобы ее много но определенные сведения мы имеем и даже можно так примерно рассчитать какими упражнениями современных залах можно себя привести форму английскую необходимую для воина средневековья в свою очередь я бы хотел тебе позвать вопросы про современный спорт и у нас кстати говоря обширная тема предстоит это реабилитация инвалидов через занятия спортом в частности фехтование внимание поэтому если у вас уже вы допустим такое пережили да у вас есть какая-то степень инвалидности может быть или соответственно ваши родственники получили какую-то инвалидизацию пишите нам в комментариях мы можем не только соответственно сами выдать своим клиническим опытом условно до информацию на будем каких-то людей им брать привлечем конечно маме товарищи это все прошел на своем опыте и учеников тем мы собственно зарабатывали вот эти программы есть еще интересная тема тоже связано с реабилитацией инвалидов это реабилитация людей детским церебральным параллечом там конечно же очень сложно специфически не всем подходит но многие такие больные могут очень существенно улучшить свои жизни возможности занимаясь таким вот образом я знаю просто натуральных примеров когда почти неспособные ходить до циклашники натренировались на такой уровень чтобы могли самостоятельно спуститься по лестнице например это крайне сложно для них и в целом выйти на правильный уровень обеспечения тоже можно ну дорогие друзья у нас часть примеры даже профессионально будет билдер покажение немножко поменьше мышечной массы но тем не менее диагноза дцп я больше чем оборудовыми реально сложно сказать потому что показывается на сцене человек нет никакой информации вот может быть там если бы я поискал конечно она бы была но я вот центрально не заниматься этим вопросом дифференцированно но тем не менее мы видим что ну диагноз как будто бы лицо для них отдельная категория есть они там отдельно выходят но для меня было открытием что это в рамках даже обычного посетителя спортзала это очень фиговая мышечная масса то есть там ребята ну вот примерно по объемам там как я чуть больше даже очень серьезно достижение потому что просто двигаться зачастую невозможно и удавляющее большинство серьезные функция да конечно и там есть такой момент что конечно они ну там с пропорциями сложно сам понимать зависимости еще особенности иннервация у кого-то одно у кого-то диспропорционально всем не менее просто иметь объем даже пускай кривоватый для такого я думаю что я даже поищу информацию так что поддерживайте нас лайками комментариями в общем и еще раз да пока 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 а а а Субтитры подогнал «Симон»